Праздник отмечает не только мясокомбинат, но и одна из самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования. В России уже в 16-й раз празднуют День пожарной охраны. Указ о создании первой российской противопожарной службы был подписан еще 30 апреля 1649 года. С тех пор установился строгий порядок при тушении серьезных возгораний. С современными людьми огненной профессии встретилась моя коллега Алена Валей. Начало пожарной охране положил еще Иван Третий. При нем в 1504 году была сформирована пожарно-старожевая охрана. Иван Грозный пошел дальше и сдал указ о противопожарной безопасности. Документ прописывал иметь в каждом жилище средства для тушения. Более подробные правила предупреждения и борьбы с огнем издал царь Алексей Михайлович. 17 апреля, а по новому стилю 30 числа 1649 года, он подписал наказ о городском благочинии. В документе был установлен строгий порядок при тушении и возгорании в Москве. Заложены основы профессиональной пожарной охраны. Введено постоянное дежурство. Прописаны основы правил противопожарного режима. А во дворах по всем хоромам велели бы для бережения от пожарного времени держать мерники и кади большие с водою, из помилы и с веники. А хлебы велете, печь и есть варить в печах с великим бережением с первого часа до четвертого часу дня. А с четвертого часу дня однолично бы ни у каких людей в поварнях и с печах огня не было. Тогда на вооружении борцов с огнем были заливные трубы, крюки и ведра. Сейчас в распоряжении современных огнеборцев множество техники. На охране региона от пожаров стоят около 150 человек. Это подразделения добровольной пожарной охраны, части в Нарьенмаре и поселке Искателей. За плечами каждого огнеборца десятки и сотни выездов на происшествия. Николай Егоров нашел свое призвание 10 лет назад. Во время службы в рядах российской армии. Сначала служил в вооруженных силах Российской Федерации в пожарной охране в 938-м КПЗ СССР. Потом армию закончил, пришел, понял, что мое и устроился сюда на работу. Ну и от пожарного до исполняющего обязанности начальника каравула сейчас. Сейчас Николай оканчивает учебу в университете МЧС в Санкт-Петербурге по направлению инженер пожарной безопасности. Иногда от людей в огнезащитных костюмах зависит сохранность имущества и даже жизни людей. С начала этого года в регионе зарегистрировано 7 пожаров. Самый жаркий месяц для огнеборцев еще впереди. По статистике, больше всего возгораний происходит в мае. Люди жгут траву на своих участках, а также в это время начинается традиционный сезон пикников. Большинство возгораний – результат человеческой беспечности. Иногда ее цена – человеческая жизнь. С 93-го года здесь работаю. На моей памяти такой случай был. Это Тайпанов Василий. Пожарный работал, получил травму на пожаре. И впоследствии данная травма послужила причиной смерти. И Яков Ярморин. Это от удара электрическим током при тушении пожара тоже не выдерживает свет. Их служба и опасна, и трудна. В свой день они, как обычно, на боевом посту. Но ни один праздник не обходится без поздравлений. На торжественном построении прозвучали слова благодарности от властей города, района и региона. Отличившимся сотрудникам вручили нагрудные знаки и внеочередные звания. Алена Валерий, Роман Делимарский, Телеканал Север.